Мы давно должны были рассказать вам про эти кроссовки, но настало время только сейчас. Это Sakony Ride Trail. Вообще модификации стандартных шоссейных тренировочных самых популярных кроссовок в Trail версии это не новая фишка, но давно и подхватили эту историю бренде Sakony. Эти кроссовки появились на наших полках, а сейчас мы подробно про них расскажем. Trail это то, что так манит. Вы выбегаете с своих стандартных шоссейных дорог, трасс куда-то на природу. Сначала немного, а потом все дальше и дальше. И когда вы уже отдаляетесь от шоссейных трасс далеко, вы понимаете, что кроссовки было бы неплохо, чтобы держали вас почетче, чтобы ноги не проскальзывали, потому что вы начинаете экспериментировать. Не завтракать перед пробежкой, например, или убегать рано-рано-рано на пробежку, а там еще и трава такая влажная бывает, и кроссовки, они должны лучше работать. Лучше, чем на шоссе. Поэтому появляются стандартные амортизирующие платформы с новым типом протектора. У Mizuno Wave Rider TT, у Nike были Pegasus Trail, которые потом превратились вообще в отдельный продукт. И Ride Trail это то, что сделали американцы в ответ на своих конкурентов. Но что нужно для того, чтобы кроссовки сидели надежно и работали под вашими ногами надежно? Не только хороший протектор, но еще и хорошая фиксация ноги внутри кроссовки. За это отвечает плоская шнуровка, достаточно длинная. Не забыли про дополнительные отверстия, вы можете сделать беговую шнуровку с использованием петли. Также здесь в меру толстый язычок, который не нарушает ощущение хорошей фиксации, если вы далеко-далеко-далеко убегаете во время тренировки. Обратите внимание, что шнурки плоские, в минимальной степени эластичные. А для шоссе, как правило, чтобы продать еще больше кроссовок, бренды супер комфортабельные. Шнурки такие пухлые-пухлые стоят. Здесь этого нет, здесь только функциональностью у американцев это получилось очень хорошо. В задней части есть петелька. Иногда мы вешаем кроссовки на карабинный рюкзак для того, чтобы они сохли после трейлов. А спереди есть колечко, за которое вы можете зацепить гамашу, если будете использовать, для того, чтобы мусор не попадал в область воротниковой зоны, вместе там, где у вас располагается щиколотка, мусор иногда скапливается и жутко натирает. А мы же не хотим, чтобы это произошло. Если вы захотите бежать трейл там, где есть брод, обратите внимание, что стелька это предусмотрела. Либо предусмотрели инженеры. Стелька сделана без использования открытых пор, вы можете забегать в брод, стелька не будет впитывать влагу и быстрее нога будет выдавливать из внутреннего контура во внешний контур влагу. Чем дольше будете бежать, тем больше просохнут ноги. Также обратите внимание, какой здесь бампер. Посмотрите на эти линии, на этот силуэт, который отрисован инженерами компании Sakon. Бампер здесь сделан при помощи напыления на ламинацию. О, как сложно и как хорошо! Бампер достаточно высоко располагается над пальцами. Он такой рубленый, хорошей формы. Он не нависает над пальцами и он достаточно твердый. Достаточно, чтобы защитить ваши пальцы, если вы встретитесь с булыжником. Но недостаточный, если вы захотите этот булыжник подвинуть. Поэтому, тем не менее, будьте аккуратны. С нижней части мы не видим отдельно ламинацию, которая бы защитила вашу кроссовку от пробоя на вашу стопу, от травмы, если вы спрыгнете с большой высоты на камень. Поэтому я бы рекомендовал эти кроссовки использовать на равнинных участках ваших путешествий во время беговых манипуляций со своими кроссовками. Также отчетливо считывается дискретная петля с внешней и с внутренней стороны, которая плавно переходит в шнуровку. На самом деле, если вы будете на предпоследних люверсах затягивать шнурки, эти петли подтянут вашу фиксацию стопы внутри еще круче и зафиксируют в центральном блоке стопу еще плотнее. Больше передачи ощущений в мозг лучше траектория вашего движения в любой ситуации. А также, если вы расстроились от того, что райды 17-е теперь используют пену из термопластичного расширенного полиуретана, вы можете взять 15-е, бегать и шоссе в них, потому что резина долго не стачивается, и получить все тот же плотный райп и хороший вайп под своими стопами во время пробежек. В мужской версии кроссовки весят 261 грамм, в женской 241 грамм, перепад классический 8 миллиметров, чем славилось в Сакане много-много-много лет, и я уверен, продолжит делать данный дроп. Для того, чтобы ответить на вопрос, какой же вариант вам нужен кроссовок, более универсальный, чтобы бегать шоссе и немного трейла, или более специализированный, бегать только шоссе или только трейл, вы можете позвонить, ребята в колл-центре ответят на все вопросы, а если будете вести себя хорошо, даже зададут вопросы вам, для того, чтобы вывести на чистую воду ваше желание. Приезжайте в магазин, мы подберем вам правильный размер, предложим альтернативные варианты, покажем трекинговые ботинки, ведь мы в глазах ваших увидим, что вы хотите на природу, а дальше больше. Всем бег!